Мои дорогие прекрасные шелелюбушки, всем большой привет! Сегодня я продолжаю экскурсию по моей платочной коллекции. Сегодня я покажу вам, какие из фиолетовых, сиреневых и лавандовых платочков и шели есть в моей коллекции. Кому интересна тема пала у посадских платочков, то поехали! Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Мария Райсвих. Я персональный стилист, имидж-стилист, фэшн-стилист, персональный шоппер, теперь еще и ютюбер. А еще я обожаю и часто ношу, часто применяю в своих образах полу-посадские платки, с которыми мы земляки. Поэтому я питаю такую особую любовь и трепет к нашим русским любимым полу-посадским платочкам с самого рождения, потому что я родилась и выросла в полу-посаде. Советую вам сильно не впечатляться списками антитрендов и теми советами, которые раздают некоторые стилисты о том, что платки являются несовременными, антитрендом и так далее. Давайте мы все это забудем. После этого видео я уверена, что вы совершенно измените свое мнение. По полу-посадским платкам, конечно же, место быть в современном гардеробе женщин, девушек, девочек. Это прекрасный, стильный и модный и актуальный аксессуар. Все дело не в том, что носить, а как. И, конечно же, в своих видео я постоянно показываю готовые образы и решения, даю самые разные стилистические советы, как сочетать наши любимые полу-посадские платочки и шали. Ну и к тому же ассортимент полу-посадской платочной мануфактуры огромен. И я уверена, что вы обязательно найдете среди этого невероятного бескрайнего океана то, что понравится и приглянется именно вам. И еще важное отступление, важная ремарка. Я не являюсь сотрудником полу-посадской мануфактуры, не имею вообще никакого отношения. Все, что нас объединяет, это происхождение из полу-посада. Поэтому вопросы, которые касаются цен, где купить, как заказать в плане доставки и все прочее, девочки, это вопросы не по адресу. Я точно такой же покупатель-пользователь, как и вы. И все, что есть в моей коллекции, это все мой личный выбор. Это не является каким-то маркетинговым ходом или какой-то рекламой. Я вам показываю свой личный выбор. Я вам показываю и рассказываю, что нравится лично мне. В своих видео я ничего не рекламирую. Я просто делюсь с вами своими восторгами, своей радостью и просто частичкой Родины, которая всегда присутствует со мной, в какую бы страну я не перемещалась. Как обычно, я начинаю свой обзор с шалей. Для новичков шаль это платок очень крупного размера, 148 см на 148 см. Шаль выполнена из более плотной шерсти. Она тяжелее, она плотнее и она лучше греет. Первая и единственная шаль из фиолетовых, это прекрасная моя горячо любимая ежевика. Вот она в полный рост. Этой шалью практически можно полностью укрыться. С кем мы давно знакомы, вы знаете, что у меня несколько ежевик в коллекции. У меня две синих, одна с бухромой, другая без, у меня зеленая. И у меня вот такая прекрасная, это 15-й колорит. Вот эта шаль старинка, точно не могу сказать, сколько ей лет, но это не новый выпуск, который был где-то лет 5 назад, если я правильно помню. То есть это выпуск, который был когда-то давно, может быть ей лет, не знаю, как мне, может чуть-чуть помоложе. Точно я не могу вас сориентировать, но это выпуск еще давний. Это та ежевика, с которой началась моя ежевичная коллекция. И это та шаль, из-за которой я просто потеряла покой и сон. Когда я впервые увидела, заприметила ежевику на просторах интернета, на фотографиях других девочек, я, не знаю, просто влюбилась с первого взгляда и не могла уже никак расслабиться и думать о чем-то другом. Я постоянно смотрела фотографии, любовалась и думала о том, как сильно мне нужна эта шаль и где ее найти, потому что она выпускалась когда-то давно, на сайте их нет, в магазинах их нет, и что делать я не знала. Вы тоже меня часто спрашиваете, как я нахожу платки какие-то старые, которые сняты с производства и так далее. Девочки, гугл вам в помощь, загуглите и ищите самые разные сайты о платках, вещей, которые уже были в употреблении, там это есть, авито, ebay, какие-то платочные группы, платочные форумы. Ищите где-то там, кто ищет, тот всегда найдет, потому что это дело случая, это дело везения. И там, где я нашла конкретно эту ежевику, там уже больше нет. Поэтому не ограничивайтесь каким-то одним ресурсом. Если вы что-то ищете, это долго. Некоторые платки я искала и охотилась за ними по нескольку лет. Некоторые я выискивала, вылавливала по три года, а то и больше. Это сложно, это непросто, но кто упорный, кто ищет, тот всегда найдет. С этой ежевикой, например, мне повезло, потому что когда мне загорелось и клюнулось, что мне нужна именно она, именно этот колорит. Есть ежевика тоже старинка, мне кажется, ее проще найти в седьмом колорите на бордовом фоне, но я хотела именно фиолетовую. Я очень люблю этот цвет, и мне очень нравится сочетание вот этих ярких цветов на фиолетовом фоне. Я безумно просто загорелась этой ежевикой, потом я нашла объявление о ее продаже, узнала, что она еще не была куплена на тот момент, ну и, конечно же, я долго не думала, сразу же ее приобрела. Вот с ежевикой так мне на самом деле повезло. Подробно узор ежевики вы можете посмотреть в моих видео о синих платочках. Я там показывала ежевику, синюю очень подробно. Рисунок такой же. И я показывала в зеленых тоже очень подробно ежевику, поэтому сейчас очень подробно и детально я не буду рисунок описывать, быстренько вам его покажу. Ежевика это полностью цветочный, растительный, ягодный принт. Здесь нет каких-то орнаментальных деталей, здесь только листочки, цветочки и, конечно же, ягодки ежевики. Весь рисунок выглядит очень объемным, невероятно насыщенным, невероятно цветным. Я обожаю вот эти многоцветные листья. Ну и, конечно же, я очень люблю, когда на платке присутствуют ягодки. Мне кажется, это делает этот платок еще более вкусненьким и желанным. Серединка у ежевики воздушная, не заполненная. Здесь по кругу размещены вот такие крохотные маленькие розочки. цвет здесь очень темный, он такой чернильно-синий, то есть это очень глубокий фиолетово-синий цвет, очень насыщенный. Невероятная красота. И мне нравится, как на этом фоне красиво светятся вот эти шикарные цветы. Сказочная и загадочная красота. Ежевика – это, конечно же, платок на любителя, особенно на таком темно-фиолетовом фоне. Далеко не все любят фиолетовый цвет, далеко не все любят очень такой темный, густой фиолетовый оттенок. Но ежевика, конечно, такой платок, если вы в него влюбились, то остановиться уже невозможно. Как это произошло и у меня. Эта ежевика появилась у меня первая. Потом я смогла еще найти две синие. От жадности купила обе. И потом я еще тоже случайно по объявлению мне попала зеленая ежевика. Мне кажется, я на тот момент даже не знала, что она бывает зеленая. И когда увидела, что это ежевика, да еще и на таком ядерном насыщенном зеленом фоне тоже очень красиво, конечно же, я нисколько не раздумывала. Яков! Вот мы так просимся выйти. Яша, скажи что-нибудь. Яков. Давай, давай, давай. С ежевикой у меня уже было несколько образов, но мне кажется, не с этой, а с синий и зеленый. Точно были. С этой мне кажется, еще не было, потому что она у меня больше для любования, больше, скажем так, душу греет. Но иногда я ее надеваю, конечно же. Итак, с чем я просочетала бы эту ежевику? Ну, конечно же, с фиолетовым пальто, который раз убеждались, что для моего гардероба и для моего платочного гардероба, в том числе, фиолетовое пальто было просто невероятно нужным и правильным приобретением. Вот так красиво эта темная, насыщенная, чернильная ежевика будет смотреться с этим фиолетовым пальто. С ежевикой можно поступить несколькими способами. Можно, с одной стороны, подчеркнуть ее яркость и просочетать ее с чем-то тоже очень ярким и очень взрывным. А можно немного приглушить ее яркость и просочетать ее с чем-то очень темным, очень спокойным. Конечно же, ежевика будет прекрасна со всеми оттенками фиолетового, лавандового, сиреневого и так далее. Если вам идут яркие, насыщенные краски, то ежевика, конечно же, будет прекрасно смотреться на голове. Это из разряда тех платков, которые видно с другого берега реки, которые остановят паровоз. Она невероятно яркая. Я даже не знаю, какой секрет у художников, чтобы нарисовать настолько объемные и настолько яркие и светящиеся цветы. Это, видимо, должен быть такой талант, который дан свыше, чтобы нарисовать такую красоту, передать все природные краски, передать всю природную красоту и очарование цветов. Это действительно что-то волшебное. Переходим далее. Дальше у нас платочек довольно-таки большого размера. Размер платочка 146 сантиметров на 146 сантиметров. Это шерстяной платочек. Вот он в полный рост с шелковой бахромой. Вот они шелковые бахроминки в тон. Этот платочек называется Цветет Сирень. Это прекрасный перевыпуск, который состоялся, если мне не изменяет память, года три назад. Когда зашла речь и мануфактура собралась перевыпускать этот платок по нашим многочисленным просьбам, мне кажется, я настолько прожужжала все уши своему мужу о том, какая красивая цветет сирень, и как сильно мы хотим этот перевыпуск, что он запомнил именно это название. И когда он живо увидел этот платок, он сказал, что я теперь понимаю, почему вы так сильно все хотели этот платок. Мужу этот платок очень понравился. Так что цветет сирень одобрена мужем. Это я уже говорила в своем видео о зеленых платках, потому что точно такая же цветет сирень, но в другом колорите, в десятом, в зеленом, была у меня в обзоре зеленых платочков. Поэтому, если вам интересно поближе разглядеть узор этой сирени прекрасной, то открывайте, смотрите видео про зеленые платочки. Здесь очень подробно я ее показывать не буду. Давайте кратенько пробегусь по этому платочку. Здесь рисунок смешанный и цветочный, и орнаментальный. В серединке здесь такие маленькие, крохотные, совсем крохотные веточки, цветочки сирени на очень приятном, спокойном фиолетовом фоне. Серединка здесь фиолетовая, но это очень теплый оттенок фиолетового. У кого, если хорошо развито цветовое зрение, то я думаю, вы видите, что это максимально теплый с розовым потоном фиолетовый цвет. Далее в эту серединку здесь так красиво врываются нежные букетики тюльпанов. Здесь прекрасного цвета фиолетовые тюльпаны. Здесь немного таких рыжих, ржавых, немного выцветших листьев. Мне очень нравится, как они смотрятся на фиолетовом фоне. Такая нежная серединка. В этом платке конечно же присутствуют розы, немного орнамента, очень много сирени, веточек побольше, веточек поменьше раскиданы по всему платку. Далее ближе к краешку цветочные букеты расположены на желтом фоне. Платок на самом деле очень контрастный. Желтый и фиолетовый это контрастные цвета. Но здесь цвета не насыщенные. Они довольно-таки здесь приглушенные, очень близко к пастельным оттенкам. Поэтому платок не выглядит каким-то сильно уж бешеным. Он выглядит наоборот таким спокойным. Мне кажется, зеленый колорит он как-то более динамичный. Этот поспокойнее. здесь чайные розы, небольшие фиолетовые цветы, конечно же много сирени. И мне очень нравится, что листва здесь максимально гармонируют с желтым фоном. Листья здесь не ярко-зеленые, а такие оливковые, переходящие в пожухлый какой-то такой зеленый. Самый краешек безумно красивый. Здесь орнамент, здесь сирень, здесь уже помельче розы, поменьше цветочки. Очень красивый вот этот момент. Здесь оранжевые цветочки вместе с фиолетовыми цветочками. Невероятно красивый орнамент. Этот уголок очень красивый. У меня были конечно же фотографии с этим платком. Я его сочетала с желтым пальто. Был очень нежный весенний образ. Невероятно красиво. Эти фотографии конечно кто только не взял, кто только их в своих целях не использовал. Спокойно брали, обрезали подпись на этих фотографиях и использовали и видео, и на разных сайтах. Вот я уже давно не возмущаюсь и не пишу этим людям. у нас как-то просто под настроение получились довольно-таки красивые фотографии с этим платком. Я думаю, что вот такая красота, такое произведение искусства продолжает заряжать людей вокруг. То есть когда видишь что-то, что сделано очень талантливым, что сделано с душой и с любовью, то настолько перенимаешь это, настолько впечатляешься этим, что продолжается вот эта креативная волна и дальше. Поэтому я очень люблю фотосессии с Павлово-Пасадскими платками, потому что как-то получается всё само собой, получаются какие-то интересные фотографии, много креативных самых разных идей. Вот на самом деле я сейчас покажу здесь кадр, это один из моих любимых кадров за последние несколько лет, и это на самом деле просто был экспериментальный случайный кадр. И с тех пор мы сами пытались повторить что-то похожее, но ни разу не получалось. Вот, я не знаю, так вот вышло, очень интересно и красиво, ну и настолько красиво, что фотографии эти, и видео, и на сайтах, в общем, кто только ими не пользуется. Так что, ребята, если вы меня смотрите, кто спокойненько берёт мои фото, вы хотя бы не обрезайте подпись, или хотя бы указывайте источник, где вы взяли эти фотографии, давайте всё-таки не будем забывать про авторство и про авторское право. Вот, а так пользуйтесь, конечно, здоровьем. Вот, показала я вам эту прекрасную сиреньку про сочетание, так как сейчас осень, хочется более глубоких красок, ну у кого-то уже зима даже, жёлтое пальто я оставлю на весну, а сейчас я хотела бы просочетать её тоже с глубокими фиолетовыми оттенками, возможно, с чем-то таким более рыжим, оранжевым, но у меня оранжевого не так много присутствует в гардеробе, поэтому я бы просочетала её именно в каких-то таких фиолетовых образах. двигаемся далее. теперь у нас платочек с размером 125 сантиметров, вот он в полный рост, его название в лучах солнца, это восьмой колорит, это шерстяной красавец с шёлковой бахромой, этот платочек это история про случайность, на сайте я совершенно его не заметила, но когда я увидела его вживую, я поняла это то, что мне нужно. Очень часто так бывает, что на фотографии на сайте платочек выглядит совсем не так, как он выглядит в реальной жизни, поэтому так важно смотреть много фотографий, много фотографий девочек на улице где-то в жизни в движении как эти платки проявляются, также очень важно смотреть такие видео, где девочки подробно рассказывают и показывают платочки, потому что только так можно разглядеть их всю красоту, особенно это важно для тех, у кого нет возможности прийти в реальный магазин и своими глазками поглядеть, своими ручками пощупать, кто выбирает дистанционно вот конечно такие видео и фотографии это спасение точно такой же платок в лучах солнца у меня есть в другом колорите, а именно в первом колорите и он был в обзоре синих такая интересная тенденция и не только у меня у многих если платок появляется в одном колорите и он нравится, то потом плавненько собираются и все остальные колориты этого платочка я честно говоря уже не помню какой в лучах солнца у меня появился первый этот либо такой серо-голубой не помню какой появился раньше но оба конечно мне очень нравится этот мне нравится именно такой своей приглушенностью какой-то такой стабильностью в цвете немного темнотой и мрачностью но в то же время присутствуем все-таки таких ярких и веселеньких элементов это была такая случайная встреча просто среди множества других платков на витрине у меня вот как-то случайно глаз упал именно на него я еще даже сначала не знала пригодится он мне или не пригодится но правильно сделала что взяла его довольно-таки часто его беру с собой просто на каждый день как такое теплое дополнение каждодневным образом сильно подробно я его показывать не буду потому что этот рисунок я подробно показывала на первом колорите кому интересно посмотрите видео о синих платочках я здесь где-то добавлю подсказки пробегусь по нему довольно-таки быстренько и так серединка у нас довольно-таки темная здесь очень глубокий и довольно-таки холодный оттенок фиолетового цвета он может показаться издалека практически черным но нет это очень глубокий фиолетовый на нем эти шикарные голубые и оранжевые розы я уже не раз говорила что мимо голубых роз я просто пройти не могу плюс мне очень нравится цвет листвы он не такой какой цвет листвы в жизни это очень холодный такой разбавленный бирюзово зеленый цвет листьев здесь вот такие интересные забавные турецкие огурцы здесь я так тоже думаю что для контраста добавлен желто-горчичный цвет он очень красиво выделяется на этом фиолетовом фоне рисунок здесь смешанный и орнаментальный и цветочный конечно здесь присутствует королева цветов роза переходим далее ближе к краешку здесь такой очень большой очень крупный и очень многоцветный орнаментальный элемент здесь два таких турецких два больших турецких огурца даже издалека они бросаются в глаза между этими турецкими огуречиками здесь находится такой интересный орнаментальный элемент здесь присутствует огромное количество самых разнообразных мелких деталей каждая деталь обведена черным контуром это делает этот рисунок очень четким все очень тщательно прорисовано этот большой орнаментальный элемент располагается на таком очень приятном спокойном фиолетово-малиновом фоне это яркий конечно же оттенок но он не такой не вырви глаз не кислотный это конечно кому-то яркий оттенок но он не сказать чтобы сильно выделялся хорошо гармонирует с фиолетовым который присутствует на кайме и с фиолетовым который присутствует в серединке цвет каймы и серединке одинаковый и с ним очень хорошо гармонирует вот этот такой малиново-фиолетовый цвет сам уголочек платка очень живописный очень расписной яркий здесь тоже голубая роза очень красиво выглядят эти цветы здесь голубая серединка оранжевые лепестки а в этом цветочки все наоборот очень красиво и самый краешек здесь завершает вот такой орнаментальный узор с точечками эти точечки смотрятся невероятно мило и добавляют какую-то такую нежность и игривость этому платочку в плане сочетания с этим платком для какого-то яркого задорного контрастного образа его можно просочетать с чем-то оранжевым и желтым а для какого-то более спокойного образа я бы просочетала его со своим любимым фиолетовым пальто это будет конечно же стопроцентное попадание в цвет очень красиво получился образ с одной стороны в темных оттенках очень осенне зимний а с другой стороны это все же не черный не серый не коричневый то есть это цветной образ и так Далее, следующая красота, которую я хочу с вами рассмотреть, это не платок, это палантин, вот такой невероятно большой, я решила включить его в обзор фиолетовых, потому что здесь присутствует много фиолетового цвета на кайме, на самом деле палантин многоцветный, я даже не знала в какой цвет, в какой именно обзор его включить. Вот решила включить в этот. Размер палантина 70 сантиметров на 2 метра, то есть им можно обмотаться в несколько раз и будет очень тепло. Это 54 колорит, называется этот палантин царский. Этот палантин выполнен полностью в орнаментальном узоре. Здесь, конечно, присутствуют крохотные разнообразные цветочки, но они очень тщательно и гармонично вписаны в орнамент, и они не выглядят как настоящие цветы, они выглядят именно как такие нарисованные, поэтому я бы сказала, что здесь полностью орнаментальный узор. Давайте посмотрим издалека вот эта серединка. В серединке у этого палантина присутствует очень много белого цвета, присутствует очень много четких, черных, тоненьких линий. Они либо сами по себе образуют какой-то узор, либо они являются контуром для какого-то цветного узора. Цветов в этом палантине на самом деле не очень много. Здесь ярко-бирюзовый, ярко-фиолетовый и желтый. Вот это, пожалуй, основные цвета. Вся эта красота находится на белом фоне, плюс контрастная черная обводка, поэтому издалека палантин выглядит таким четко прорисованным, как будто это элемент мозаики. По всему краю палантина здесь находится вот такая кайма. Эта кайма располагается тоже как мозаика. Здесь чередуются самые разные элементы, как самая настоящая мозаика. Вот такая невероятная орнаментальная красота здесь чередуется. Издалека эта кайма выглядит, конечно, более насыщенной, более плотно заполненной рисунком, чем сама серединка. Эта кайма проходит по всему палантину, до самого края. На этой стороне, на той стороне, где у нас бахрома, кайма еще шире. Вот такая невероятная красота. Бахрома у этого палантина двухцветная. Здесь желтые нити вместе с фиолетовыми нитями. Это шелковая нить. Итак, от центра мы переходим ближе к краю. Ближе к краю у нас добавляется больше фиолетовых элементов. Здесь как будто такие большие сказочные фиолетовые цветы. Далее здесь такие красивые турецкие огуречки. Я бы даже сказала, целая семья из турецких огуречков. Очень цветной, очень живописный элемент. Такой красивый орнаментальный переход от серединки к самой кайме. Здесь так много-много невероятных элементов. Весь рисунок разбит на такие маленькие отсеки, на такие небольшие медальончики. Внутри каждого медальончика здесь такой цветущий фантазийный сад. Это все, конечно, элементы орнамента. Но здесь, как я понимаю, изображены такие крохотные цветы. Сама кайма этого платка еще больше напоминает что-то такое восточное. Либо это какой-то купол здания, либо это какой-то витраж. Вызывает ассоциации с какими-то восточными сладостями. Кайма у этого палантина более цветная, чем серединка. То есть здесь становится меньше белого цвета. Здесь добавляется больше оттенков розового. Здесь розовый посветлее. Здесь добавляется такой интересный малиново-бордовый оттенок. Еще больше ярко-бирюзового. Здесь один медальон над другим. У этого медальона очень насыщенный фон. И вот такой красивый, как будто это сказочный куст или сказочное дерево. Здесь медальон как будто таким пылает огнем. Далее еще один элемент тоже как будто это какое-то сказочное растение. Что-то такое светящееся. И далее здесь еще больше самых разных фантазийных элементов. Это тоже выглядит или как языки пламени, или как какие-то интересные растения. Конечно же турецкие огурцы. Еще больше светло-розового цвета. Здесь тоже целая семья из турецких, из очень худеньких турецких огуречков, которые полностью заполнены цветами. Здесь очень красивый узор, как будто турецкие огурцы, какая-то корона. Некоторые орнаментальные узоры выглядят как будто они вышиты какой-то интересной нитью. Либо как будто по ним разбросаны какие-то драгоценные камни. И конечно же палантин царский не исключение. Невероятно сложный и тщательно прорисованный узор. Можно разглядывать его очень долго, каждый раз подмечать что-то новое, находить новые цвета и оттенки, находить новые узоры. Этот палантин, конечно же, максимально легкий в сочетаемости. Во-первых, все дело в его цвете. Здесь присутствует очень много белого и очень много тщательно прорисованных черных линий. Это облегчает нам стилистическую задачу просочетать его. Также формат шарфов и палантинов я нахожу еще даже более легкими в применении в своих образах, чем традиционные платки. Этот палантин я просочетала бы с своим недавним приобретением. Очень рада этому пальто. Пальто прекрасно перекликается по цвету с этим ярко-бирюзовым, который в большом количестве присутствует на палантине. Издалека этот ярко-бирюзовый не выглядит настолько ярким. То есть издалека все краски немножко приглушаются и как будто размываются. То есть мы видим платок как такое общее цветовое пятно. И издалека он нам кажется каким-то таким серо-бирюзовым. Собственно, как и это пальто. У этого пальто тоже такой спокойный голубо-бирюзовый с капелькой серого цвет. Поэтому это пальто и этот палантин, ну просто идеальная компания. Пальто недавнее мое приобретение, еще даже не успела снять этикетку. Обычно у меня вещи висят с этикетками несколько дней, а то и несколько недель. Я любуюсь новой вещью, радуюсь и этикетку снимать не тороплюсь. Также, чтобы подчеркнуть всю эту нежную пастельную историю, я добавила бы сюда берет тоже такого приятного и пастельного оттенка. Этот берет изначально не был с таким помпоном. Его я прикрепила сюда сама. Это просто съемный помпон, который можно купить в любом магазине. И этот помпон был на булавочке. И он идеально совпал с цветом этого берета. И у меня получился вот такой красивый берет. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, мои дорогие девочки, у нас остались с вами еще несколько малышочков. Итак, малышочек размером 89. Невероятно нежный, невероятно красивый, легкий. Он называется воздушное настроение. Это название прекрасно ему подходит. Он и правда такой нежный, пастельный, воздушный. Размер 89 см на 89 см. Это шерстяной платочек с шелковой бахромой. Скажу сразу, воздушное настроение у меня в этом колорите. Это 15 колорит. И точно такой же у меня есть во втором колорите. Второй колорит я еще не показывала, потому что я еще не все свои платочки вам показала. Будет еще один выпуск. Завершающий обзор моей коллекции платочков. В следующей части обзора своей коллекции я покажу вам все то, что не уместилось в предыдущей части. Там будут бежевые, розовые, один даже желтый. И в общем, все то, что не было, все то, что вы не видели в предыдущих выпусках, будет там. В том числе и воздушное настроение 2. Ну а сейчас я хочу подробно с вами рассмотреть воздушное настроение 15. Та же самая история, что на сайте я не обратила сильно на него внимания. Он мне показался каким-то очень уж бледным, честно говоря. Но потом я нашла его в третьем сорте. Это тоже была случайная находка. Тоже случайно глаз упал на него. Сейчас покажу вам здесь вот на нем такая печать. Вот то, что он был из третьего сорта, пока я ни разу еще его не стирала. Обычно эта печать просто легко отстирывается, легко смывается. Как-то у меня случайно взор на него упал. И я даже его не узнала. Думаю, наверное, какая-то новинка, что-то я такое раньше не видела. И потом, когда у меня все пазлы в голове сошлись, я поняла, что я много раз просто пролистывала его на сайте. И все, я не обращала внимания. И думаю, что многие из вас так же. Поэтому, если вы ищете какой-то очень нежный, приятный платочек в лавандовых тонах, то вот он. Так как у меня много всего голубого и фиолетового, и светло-фиолетового, и розового, то этот платочек хорошо вписался в мой гардероб. Рисунок здесь смешанный и цветочный, и растительный, и ордаментальный. Давайте начнем с серединки. Серединка этого платочка на очень-очень светлом голубо-фиолетово-сером оттенке. Очень сложно описать этот цвет. Он такой цвет хамелеон. Иногда он кажется серым, иногда он кажется больше голубым. Но здесь явно в нем присутствует такой еще и фиолетовый оттенок тоже. Здесь присутствуют чайные розы и ярко-розовые розы. Все это окружено еще вот таким шикарным розовым орнаментом. Здесь очень много крохотных, нежных полевых цветочков, самых нежных пастельных оттенков. Это делает этот платок еще более интересным и еще более нежным. Мне очень нравятся вот эти орнаментальные элементы. И как красиво, как будто из этого орнамента растут самые настоящие зеленые листья. Зеленый цвет здесь тоже максимально приглушенный. Это не такая прям уж яркая зелень. Здесь очень спокойная такая акварельная разбавленная зелень. Серединка этого платочка так неявно, незаметно, но все же окружена вот такой орнаментальной широкой лентой. Вот она эта лента. Там тоже очень нежный и очень красивый элемент. Обычно, когда в платках присутствует такой кружевной и нежный орнамент, это делает платок еще более притягательным и более милым и воздушным. Переходим ближе к уголку. И здесь, наверное, самый мой любимый элемент в этом платке, это вот этот фантазийный голубой цветок. Он не выглядит как настоящий цветок, это точно. Вот этот цветок и здесь его друг поменьше. Это невероятно нежные, красивые цветы. Очень интересно соседствуют вот эти фантазийные цветы, то есть явно они нарисованы, придуманы человеком, вместе с очень реалистичными розами. Невероятное сочетание. Но все вместе смотрится очень интересно. То есть при первом взгляде на этот платок понимаешь, что здесь такой интересный современный микс. То есть цветы, которые присутствуют в фантазии у художника, соседствуют вместе с теми цветами, которые присутствуют в природе. Конечно же, вот эти розовые ягодки, эти нежные веточки, это тоже, наверное, самый такой милый и нежный элемент в этом платочке. Добавляет больше нежности и задора. Далее, от уголка к уголку здесь еще больше веточек. Здесь еще больше веточек. Здесь такие маленькие цветочки, которые напоминают цветочки клубники или земляники. Тоже такие маленькие веточки, ягодки. Вот эта невероятно красивая орнаментальная деталь, из которой тоже растут самые настоящие зеленые листья. Тоже очень красивый фантазийный цветок. Здесь фантазия художника переплелась вместе с реалистичными, шикарными розами. Самый яркий по цвету элемент в этом платке, это вот эта роза, очень холодного розово-фиолетового цвета. Вообще, весь платок преимущественно в холодных оттенках, за исключением вот этих чайных роз и листья. Некоторые из них уходят в более холодный зеленый, некоторые уходят в более теплый зеленый. Цвет каймы на этом платке очень приятного лавандового цвета. Он немного отличается от цвета уголка. Цвет каймы более насыщенного лавандового цвета, чем фон здесь на уголке. Тем самым платок выглядит, как будто он оформлен вот такой, немного более насыщенный лавандовой каймой. С этим воздушным настроением у меня был образ как раз таки вот с таким нежным беретом и вместе с очень нежным пальто. Я его просочетала бы так же, как и палантин вот с этим голубо-бирюзовым пальто, потому что здесь идеально перекликаются цвета. Такие цвета, как на пальто, присутствуют в платке. Ну и плюс у них одинаковая приглушенность цвета, одинаковая насыщенность, одинаковая светимость. Поэтому это выглядит максимально гармонично. Следующий платочек тоже малышочек. Размер 89 см на 89 см. Этот малышочек уже поярче и позадорнее, чем предыдущий. Называется он «У синего моря». Это 15-й колорит. Вы, наверное, уже заметили, что все четыре угла у этого платочка разные. Так как я особенно люблю. Когда я поняла, что мне невероятно нравится и меня невероятно впечатляют, вдохновляют рисунки Татьяны Сухаревской, я стала просматривать, что в ассортименте есть от этого автора. И я набрела на вот этого малышочка и даже удивилась, почему же я раньше его не заметила. Здесь все, что я люблю. Вот эти колдовские узоры, вся эта красота. Здесь крохотные розовые розочки. Очень красивый оттенок каймы. Невероятно такой насыщенный. Самый правильный фиолетовый цвет. К тому же размер 89 я люблю. Он мне удобен в применении. Я часто его ношу. Платочки, в которых все четыре угла разные, они были нарисованы полностью. То есть этот платок можно вообще рассматривать как такую своеобразную картину. В середине здесь вот такая большая шикарная орнаментальная ветка. Рисунок здесь смешанный. Здесь присутствует и растительный принт, и орнамент. Фон у этого платка, самая серединка, выполнена на очень приятном, разбавленном, красивом, нежном, лавандовом цвете. Здесь, на этом цвете, начинается вот такая большая фантазийная ветка. Здесь как будто листья, а некоторые листья, не листья, а турецкие огурцы. Такая красота. Как будто большая фантазийная пальмовая ветка. Далее. Это интересное растение еще и цветет. Цветет оно маленькими розовыми розочками. Здесь рассыпаны целые гроздья вот этих прекрасных ярких цветов. Этот узор выполнен в очень красивом, интересном оттенке бежевого. Также здесь добавлен такой бежевый, серый, посветлее, потемнее. Также здесь добавлены такие интересные элементы с полностью закрашенным фоном поярче. Здесь поярче фиолетовый, поярче розовым фиолетовый. В общем, как будто эти листья отделяют еще такие интересные части платка, как будто такие маленькие очерченные медальончики, каждый со своим собственным фоном. Так как этот платок нарисован полностью, он не дублирован от края в другой край, то здесь очень интересно. Один элемент переходит в другой, поэтому впечатление от платка будет полностью зависеть от того, каким именно уголком мы его повяжем. То есть он может быть более яркий, более приглушенный, более орнаментальный. Например, вот этот уголок очень орнаментальный. Здесь присутствует много узора, много фиолетового оттенка и не очень много каких-то розовых элементов, либо розовых роз. Соседний уголок у нас содержит в себе немного розовых роз. Здесь побольше вот таких разноцветных отсеков. И также присутствует вот эта невероятная орнаментальная красота. Другой уголок у нас тоже цветной, тоже фантазийный. Здесь присутствуют цветы, но они такие практически незаметные. Здесь очень-очень крохотные розочки. Здесь какой-то такой фантазийный розовый цветок. И все это тоже вписано в такие орнаментальные завитушки, во всю эту колдовскую красоту сухаревской. Вот здесь вот эти остренькие листики, которые часто присутствуют на ее платочках. В общем, девочки, кто разбираются в платках, конечно же, сразу могут отличить одного автора от другого. И, наверное, вот это мой самый любимый уголок в этом платке. Он самый яркий, самый расписной. Здесь такая невероятная красота. Здесь полукругом располагаются вот эти шикарные яркие розовые розочки. Ощущение, как будто это какой-то веер, либо какое-то интересное украшение. Если мы приглядимся поближе, мы здесь найдем очень много орнаментальной красоты. Крохотные турецкие огурцы. Самые разные, интересные переплетения, хитросплетения. Все такое цветное. Все такое красивое, тщательно прорисованное. Какая же это красивая ветка. Здесь фантазийные фиолетовые листочки, здесь крохотные цветочки. Как же гармонично все соседствует друг с другом. Как же гармонично все прорисовано. Ощущение, что рисунок рассчитан просто до каких-то сотых долей миллиметра. Все абсолютно просто гармонично и тщательно дополняет друг друга. Не мешает, не спорит, а именно дополняет друг друга и по цвету, и по насыщенности цвета, и по узору. Кайма у этого платка очень насыщенного, очень приятного фиолетового цвета. Так же, как и бахрома на нем. Платок окружен тоже такой квадратной каймой из вот таких кружевных элементов. Далее, как будто еще продолжение каймы в виде такой расписной полосы продолжается дальше. Тоже проходит по всему платку. И уже в самом центре здесь располагается вот этот узор, который не дублируется в уголках, который нарисован художником полностью. То есть здесь действие разворачивается от вот этого угла и вверх. Здесь вот так вверх расходятся красивые веточки этого платка. Конечно, здесь присутствуют невероятно красивые элементы. Вот эта огромная ветка с розовыми розами, от которой отходит вот это орнаментальное чудо, где каждый миллиметр не пустует, где каждый миллиметр заполнен. Этот платок это просто, конечно, ода всем оттенкам фиолетового цвета. И плюс вот эти ярко-розовые маленькие розочки, конечно же, прекрасно дополняют и оттеняют те цвета, которые главенствуют в этом платке. Мне невероятно нравится этот платок. Плюс я фанат платков, у которых разные углы. Поэтому вот этот платочек у синего моря я хочу еще и в тринадцатом колорите. Он такой более синий-голубой. Так что обязательно еще обзаведусь и другим колоритом этого платка. Этот платок небольшой, он такой цветной, он такой задорный, девчачий, я бы сказала. Поэтому я его просочетала бы тоже с такой шубкой, которая будет адекватно смотреться именно в каком-то молодежном, таком оптимистичном, девчачьем гардеробе. Продолжение следует... Конечно же, гардероб мы подбираем себе не по возрасту, а по состоянию души, по настроению и по тому, насколько адекватно он будет смотреться в тех местах, куда вы ходите в этом гардеробе. Поэтому, девочки, сейчас внимание, кто любит писать мне вопросы, например, вопрос звучит так. Мне 55 лет, можно ли мне носить такой-то, такой-то платок? Либо мне 60 плюс, можно ли мне носить белые, розовые, фиолетовые платки? Можно ли мне носить платки размером 89? Девочки, можно абсолютно всё. Платок этот настолько универсальный аксессуар, что, например, вот этот платок, он будет хорошо смотреться и на девочке 9 лет, и на женщине 50, 60, 70 плюс. Но на платке не стоит никакой лейбл, не стоит никакая печать, что только до 30 лет, либо только до 40 лет. Но это платок, это настолько универсальный аксессуар, просто максимально универсальный аксессуар. Если вы чувствуете, что это ваше, если вы органично и хорошо в этом смотритесь, носите на здоровье. Не важно, какой это размер, не важно, какой материал, не важно, какой цвет, какой узор. Можно абсолютно всё. Платок не привязан к возрасту совершенно. Эта шуба, конечно, привязана к возрасту. Ну, не знаю, но, наверное, я, конечно, не берусь судить за всех, но женщине 60 плюс, либо 70 плюс, ну, странно будет надеть такую шубу. То есть, конечно, она всё-таки к возрасту привязана. Хотя я уверена, что найдутся женщины в любом возрасте, которые смогут шикарно и красиво обыграть даже вот эту вещь, и они будут смотреться в ней даже лучше и привлекательнее, чем молодая девушка. Бывает в этой жизни всё. Но в большинстве своём, конечно, ярко-розовая, коротенькая, не очень длинная такая короткая, ярко-розовая шуба, ну, конечно же, всё-таки не может присутствовать в гардеробе абсолютно у любого возраста. Это понятно. Но это абсолютно не касается платков. Любой платок, любая шаль не имеет никаких возрастных ограничений. Так что, пожалуйста, выбросите из своей головы, я даже не знаю, где и откуда вы могли это взять, что какие-то нельзя носить платки, какие-то нельзя носить прически и так далее. Я вас умоляю, если вы чувствуете себя приятно и хорошо с такой-то стрижкой, с таким-то цветом волос, с таким-то платком, в какой угодно юбке, на каблуках, то, пожалуйста, носите. Нигде это не прописано, что если вам исполнилось 40, сжечь меню юбки. Если вам исполнилось 50, сжечь белые платки. Если вам исполнилось 60, не знаю, там, постричься, короче, сделать более короткую стрижку. Таких правил просто в природе не существует. И не слушайте никого, кто какие-то там придумал возрастные ограничения. Современная мода, мода самых последних лет, она вся про самовыражение, про комфорт, про индивидуальность, про отсутствие каких-то рамок, границ, просто антиэйджизм. То есть не надо опираться только лишь на возраст. Возраст — это всего лишь один из параметров, которые мы учитываем, даже которые я обсуждаю со своими клиентами в составлении гардероба. У некоторых клиенток я точно не знаю, какой их возраст. То есть я знаю от и до, от 30 до 40, например, от 30 до 35. Потому что точная цифра меня не сильно волнует. То есть я гораздо больше пойму от общения с этим человеком и с этой клиенткой. Потому что я получу гораздо больше информации от общения с этой клиенткой, чем от того, что я просто узнаю, какая там цифра в паспорте стоит. Это всего лишь один какой-то крохотный параметр вашей жизни. И всё, которому вообще не стоит привязываться, о котором стоит забыть. И вспоминать только раз в год, когда приходит ваш день рождения и просто для себя отметить, что я стала ещё на год мудрее и ещё прекраснее. Вот и всё. Вот и всё, что вам нужно думать про свой возраст. Пожалуйста, выбросите из головы весь какой-то нереальный бред, который связан с возрастом. Последний на сегодня, последний в обзоре фиолетовых. Он к фиолетовым, честно говоря, и не относится. Но вот я включила его в сегодняшний обзор. Это малышочек. Его размер 72 см на 72 см. Это шерстяной крохотун без бахромы. Вот такой оверлок у него по кроваишку. Это 17-й колорит. Я, когда делала обзор коричневых платков, что-то проглядела его. Ну, точнее, не проглядела. Он у меня, честно говоря, уже на пенсии. Этот платок присутствует в моём гардеробе. Ой, ну лет 14-15 точно. Поэтому от старости с ним приключилась вот такая штука. И я всё не найду время как-то сесть, попытаться это отреставрировать и исправить. И я, честно говоря, не знаю, получится ли у меня самостоятельно это исправить. Я не знаю, смогу ли я сама справиться с этой проблемой. Поэтому этот старичок у меня на пенсии. Я его практически не надеваю. Он просто, вот он не выкидывает же его. Он со мной, он присутствует у меня. Когда-то я его очень активно, очень много носила. Поэтому, конечно, он уже немножко состарился. Ещё масленичные гуляния у меня есть белые. Но он остался в России. Я всё никак его не привезу. Тоже очень много, очень часто раньше его носила. Сейчас эти масленичные гуляния все сняты с производства. На сайте стоит информация снят с производства. Возможно, где-то по магазинам ещё можно их найти. Этот малышочек тоже авторство Сухаревское. Ещё когда-то давно, когда я даже не обращала внимания на то, каким художником нарисован этот платок, я вот остановила свой выбор именно на этом. У меня появился сначала этот колорит, а потом я ещё обзавелась таким беленьким. Мне он очень радовал зимой. Мне очень нравилось носить тот беленький зимой. Давайте немножко поподробнее его покажу. Вдруг он вам встретится где-то на просторах интернета. Очень интересная серединка. Серединка здесь такая, как солнышко. Очень тёплое, согревающее, энергичное, жёлтенькое. Здесь очень много орнаментов. Здесь как будто такие сухие, осенние какие-то травы в поле. Такие уже засохшие. Далее здесь орнамент, орнамент, ещё раз орнамент. Платок очень густо заполнен орнаментом. Каждая деталь обведена чёрным контуром. Здесь присутствует немного серого, немного бежевого, немного розового. И даже присутствует такой очень разбавленный оливково-бирюзовый. Вот здесь очень типичные для рисунков сухаревской узоры переплетения. Что-то такое, как будто морозный. Как будто рисунок на окнах, который появляется зимой. Что-то сказочное, что-то такое лесное, колдовское, чарующее и очаровательное. Здесь, конечно же, вот такие турецкие огуречки, заполненные орнаментом тоже. В уголочке мне очень всегда нравился этот элемент. Как будто такое сердечко, очень интересное сердечко с розовым фоном и с вот таким орнаментом внутри. Красивый очень персиково-розовый цвет. Очень красивый орнамент. Конечно, с маленьким платочком такого размера сильно не разгуляешься. То есть максимум, что с ним можно сделать, сложить его треугольничком и повязать на шею. Вот как-то в основном так я его и носила. Мне очень нравилось всегда, что его можно сложить уголком. И здесь будет вот этот теплый, приятный, оптимистичный желтый как раз у лица. Мне он этим всегда очень нравился. Надо будет попросить маму переслать мне еще вот масленичное гуляние в белом колорите. Что-то я про него совсем забыла. А когда достала вот этого старичка, то вспомнила. Девочки, у кого есть улыбки. Опыт ремонта, реставрации вот таких ситуаций. Напишите, пожалуйста, вообще реально самой сделать или нет. Так, в общем-то, у меня руки из правильного места растут. Я, скорее всего, смогу это незаметно и красиво сделать. Но просто как-то пока боязно было, вдруг испорчу. Ну что, мои дорогие девочки, вот и прогулялись мы сегодня по всем фиолетовым красотам в моем платочном гардеробе. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя экскурсия. Я была очень рада провести с вами это время. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Мои хорошие девочки, прекрасного вам утра, дня, вечера, любого времени суток. Я желаю вам нескучной, оптимистичной, теплой и яркой осени и зимы. Ну и, конечно же, до новых скорых встреч. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Сладкий котик, сладкий мой сладкий. Сладкий котик, сладкий мой сладкий мой сладкий.